Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа Климат-контроль. Как всегда, с нами на прямой связи учёный, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Добрый день, здравствуйте, Константин. Добрый день, добрый день. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, если хотите принять участие в нашем разговоре, или пишите на WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. Вот мы недавно с вами, Константин, связывались по поводу предсказания о магнитной буре, и, в принципе, очень многие ждали всевозможных сбоев техники, и всё, что следует вот за такого рода ухудшение самочувствия метеозависимых людей. Вот насколько сбылись вообще эти предсказания? И вот, может быть, о предсказаниях сегодня мы более подробно поговорим. Ну, надо сказать, что предсказания, по счастью, не сбылось. И это тот самый случай, когда действительно, ведь двое суток, трое суток тому назад уважаемые специалисты сообщали по всему миру, специальные службы существуют, о том, что грозит шторм, грозит геомагнитный шторм, были предупреждения, разосланные в такие уважаемые организации, как Министерство обороны, в первую очередь стран, которые располагают космическими системами, которые имеют мощное вооружение, в частности, ракетно-ядерное, это им обязательно расходится. Биржевые сети получили эти предупреждения, медицинские сети, в общем, да, и, конечно, средства коммуникации, да, все эти компании, они за этим следят, и было очень серьезное предупреждение, что ожидается шторм, нарастание, первый удар должен был быть в среду, когда вот мы говорили, да, вот, и пик должен был быть вчера, в четверг, вот, естественно, он должен был, как скажем, естественно, потому что так должно быть, сопровождаться красивым, мощным, северным сиянием, полярным сиянием, в наших широтах оно должно было опуститься ниже 60-го градуса, 60-й градус это Стокгольм, Хельсинки, Петербург, то есть ниже, и это означало, что, глядя на север из наших окон, особенно с пляжа в Юрмалы, можно было бы увидеть вот это вот зеленое из плохи полярного сияния, вот так все было, как говорится, в теории. Однако время шло, сияние не появлялось, ничего вроде бы не вырубалось, и на сайте, который называется, ну, который образно называется Today Space Weather, сегодняшняя космическая погода, были графики, которые показывали, что нету, нету вторжения в нашу атмосферу потока протонов, заряженных частиц, что вроде бы с рентгеновским излучением все как-то на более-менее нормально, и вообще, собственно говоря, композитные индексы нарушения состояния спокойствия магнитного поля тоже очень-очень маленькие. Можно сказать, что вообще ничего не происходило. Естественно, что многие люди почувствовали себя обманутыми, им обещали полярное сияние в Юрмале, а его не было. Тем более, что можно было всегда подойти к начальнику и сказать, что вот из-за геошторма, я метеозависимый человек, вот чувствую себя плохо, знаете, давайте я посижу дома, а не было вспышки, получается, ну, в смысле выброса этого, или он до нас не дошел, или в чем причина? Вот дело, вы видите, вот в чем дело. Вспышка-то была. И видно ее очень хорошо. Солнце вращается, кстати, довольно быстро. 28 суток оборот. Ну так. Поэтому, когда солнце появляется, как говорится, появляется вспышка даже на самом краю солнечного диска, так называемый восточный край, то, в принципе, уже можно сказать о том, что если там что-то началось, то через неделю это как раз будет напротив нас. И существуют методики, которые позволяют примерно за вот за неделю, ну, около, да, примерно прикинуть, попадет ли наша планета вот в этот вот струю, или эта струя улетит выше нас, ниже нашей планеты, орбиты нашей планеты, и нам вообще ничего не грозит. Или вообще она в другую сторону куда-то пойдет, потому что Солнце стреляет в разные стороны. Вот это первый вариант. Но тут ни о чем, ни о каком серьезном прогнозе речи не идет, потому что только говорят о том, что что-то там возможно. Дальше что получается? Вспышка произошла. И поток вот этого солнечного ветра, в первую очередь, это, конечно, такие частицы, вот есть электроны, а есть их апантипот протоны. Вот эти вот протоны, ядра водорода, летят по направлению к нашей Земле. Летят они, надо сказать, не шибко быстро, не шибко. Если свет, любое электромагнитное излучение, движется со скоростью примерно 300 тысяч каетров в секунду, то это, эти частицы в норме движутся со скоростью 300 километров в секунду. Прямо скажем так, не разгоняются. И, в общем-то, когда вспышку увидели, что она как раз напротив нас, то получается, что через 8 минут вот эта вот была вспышка, эти все фотоны, свет, долетят до нас, и мы это увидим. За 8 минут. А эти прилетят где-то примерно в тысячу раз дольше времени. 8 тысяч минут? 8 тысяч минут. Каждый может посчитать. И тогда появляется вот прогноз первичный, что значит, где-то примерно через вот эти самые 8 тысяч минут мы получим вот этот вот удар вот этого солнечного ветра о магнитное поле Земли. Но это же все еще, представьте себе, между Землей и Солнцем 150 миллионов километров. Как полетят эти еще частицы? А это, как говорится, одному Богу ведомо. И поэтому нужно как-то это уточнять. Пока не было космических станций специальных, все прогнозы вот именно были с такой вот вероятностью. 50 процентов, 60 процентов, да? То есть говорили, что возможно, но когда возможно, то есть в причине 2-3 суток возможно. Может, чуть быстрее. Ветер может ускориться, бывает. Но сейчас в полутора миллионах километрах между Землей и Солнцем в очень стабильной точке, так называемая точка Лагранжа, находятся космические станции, которые имеют детекторы вот этого самого солнечного ветра. И как только солнечный ветер долетает до этих станций, станции реально уже чувствуют, что все, да, действительно, Земля оказалась в прицеле. В прицеле это и все. Что такое полтора миллиона километров? Ну, до Луны примерно 400 тысяч километров. То есть чуть больше тройного расстояния от Земли до Луны. В общем, недалеко. Но что это означает? Это означает, что после того, как датчики сработают, они передают сигнал опасности, так называемый геоалерт, который долетает, ну, господи, за каких-то несчастных, там, считанные секунды, да, 300 тысяч раздели полтора миллиона на 300 тысяч, пять секунд, да, задержка. А сам эти вот частицы, сам этот ветер ударит примерно через час. Может, чуть быстрее, но все равно час. И вот вероятность вот этого прогноза уже 95%. То есть это реально. Поэтому, когда говорили трое суток назад, двое суток назад о том, что вот эта буря нас должна настигнуть, как раз имели в виду вот этот вот расчетный вариант по расчетам, что видели вспышку на Солнце, вот посчитали, вот должно быть. Но в силу каких-то причин, причин масса, этого удара не произошло. От слова совсем. То есть можно сказать, что он пролетел мимо. Но повезло. Хотя, наверное, вот люди внушаемые, они могли себе внушить, что я себя плохо чувствую, потому что предсказали магнитную бурю. Я метеозависим. Я даже вот у себя на странице писал, что нужно следить за специальными сайтами. Есть специальные сайты, есть российские, самые крутые эти американские, то, что американцы сами запустили эти станции. И это широкий доступ. Я хочу сказать, что астрофизики, геофизики, они, что называется, люди без конкретной национальности. Они работают над всей планетой, потому что мы все в одной лодке сидим. Тут уже нечего дергаться, делить там на какие-то смешные границы. Поэтому вопрос заключался все в следующем, что вот час – это более-менее четкое предупреждение. Вот его так и не пришло, потому что станции, вот эти вот разведчики, которые стоят в аванпостах, они не увидели вот этого потока. Что это означает? Час. Час – это очень много. Вот представьте себе землетрясение. Мы же все слышали, какие были ужасные землетрясения по миру. Происходит. И я напомню, что землетрясение в провинции Таншань в Китае привело к гибели, по разным данным, от 300 до 700 тысяч человек за несколько секунд. Это было в середине 70-х годов. То есть это что-то невозможное. В Японии, в землетрясении, по-моему, в 2011 году привело к переносу, по-моему, чемпионата по фигурному катанию, которые там просто были разрушены, я понимаю, спортивные все, ну, вот эти площадки, на которых должны были происходить. Ну да, так возьмем там аварии на Фукусимской атомной станции и все такое прочее. Но смотрите, тысячи, что такое один час? Вот представьте себе, до момента удара проходит час. Причем точно известно, что это будет час или там сколько-то минут, потому что приборы четко регистрируют скорость движения вот этого потока. И вот вам говорят, у вас 47 минут. Но за 47 минут человек может одеть теплую одежду, взять документы, деньги, лекарства, схватить любимого кота или там собаку с попугаем и выйти из дома вот в то место, где уже заранее будет сказано в случае землетрясения кучкуемся вот тут, ну, чтобы не упало ничего на голову. И при этом он уходя успеет за это время выключить газ, электричество и ценные вещи, хрупкие, положить в железный ящик. Кстати, во многих регионах, где есть землетрясение, люди держат что-нибудь такое, чтобы потом что-то можно было найти вот в обломках, если будут обломки. И все. Это очень много. Один час. Я вот занимался вопросом безопасности сейсмической и я могу сказать, что час – это огромное время. Час для той же самой атомной станции – это очень большое время, потому что это позволяет отключить и начать глушить реактор, там совершать, у них свои процедуры есть, но это большое время. Это большое время для многих химических производств опасных, для электроники. Ведь электроника, если она не работает, она практически не, так скажем, так легко не убиваема, как когда она работает. Сбои, например, в биржевых цепях могут быть тогда, когда эти цепи функционируют. А если все компьютеры отключаются в этот момент, засыпают, выходят в спящий режим, то есть, условно говоря, по сетям ничего не проходит, то, естественно, могут пострадать сети. Могут пострадать сети. Такое бывало. Но при этом сами данные никуда не денутся. Условно говоря, деньги ваши со счета просто так не пропадут, и на это уже на солнце этой потери не спишешь. То есть, это очень важный момент. И этот час, он играет огромную роль. Тем более, нужно отметить, что сейчас начинается новый период солнечной активности. И вот эта прошедшая вспышка, она была, просто мы не попали на ее путь, этого потока. Это только начало процесса, который будет разгоняться в следующие шесть лет. То есть, шесть лет, это где-то период активизации Солнца, который сменяется за тем другим периодом покоя. Ну, в общем, полный цикл одиннадцать лет. Вот эти вот знаменитые одиннадцатилетние циклы. Они могут быть чуть меньше, чем чуть-чуть дольше. Это такого своего рода сердцебиение Солнца. Есть более длинные циклы, шестинадцатилетние циклы, да, но для нас имеет значение вот именно этот одиннадцатилетний цикл. И вот сейчас мы как раз начали восхождение во время, на время новой солнечной активности. Но что хотелось бы сказать, что, к сожалению, четких долговременных предсказаний очень трудно сделать. По этой причине запущены космические станции, которые сейчас начинают работу непосредственно около Солнца. Представить себе ад, который там есть. Ну, вы знаете, есть хороший научно-фантастический фильм «Пекло». Да, я как раз о нем подумал. Да, вот там есть вещи, которые с научной точки зрения четко показаны. Насколько мощное, насколько сильное наше светило по отношению к нам, людям, и какая огромная техническая сложность не просто там на него попасть или в него попасть. Приблизиться невозможно, потому что такой поток, огромный поток, фантастический поток энергии. Условно говоря, может быть, вы можете сделать прибор, который хотя бы там несколько минут будет рядом, но у вас радиосвязи не будет. То есть проблемы очень технически сложные, но что важно, понимая, как живет и работает вот это самое Солнце, то у нас появляется больше возможностей понимать, что на Солнце происходит, опасное для нашей планеты, для нашей цивилизации, а что в принципе это просто естественное процесс жизни светила. Наше светило, надо сказать, находится в чудесном возрасте, он находится в средине своей жизненного, в средине жизненного пути, у него впереди еще несколько миллиардов лет такого, более-менее миллиардов спокойной такой жизни, и в принципе если мы будем лучше понимать, как работает наше светило, то в принципе это и наша спокойная жизнь, обеспечение нашей спокойной жизни, а с другой стороны, это и много других полезных вещей, ведь не будем забывать, что Солнце это постоянно работающий генератор энергии, и все, что у нас на Земле цветет и бегает, это все дети Солнца. Но есть ведь наверное еще одна проблема, что мы слишком короткое время наблюдаем Солнце, и это примерно так, как если бы для кого-то, кто только что жизненный цикл очень короткий, он бы наверное удивился, что вдруг за летом наступает осень, а потом зима, ну и вот какие-то такие, мы не можем ли мы понимать вот какие-то такие вот долгие циклы Солнца, может где это аномалия, а где это просто может быть просто смена вот этих самых циклов. Ну тут важный момент, что во-первых большое значение имеет то, что само вот вездесущность Солнца, оно оказывает большой эффект на все живущее на планете и на очень многие процессы. Эти процессы зачастую как бы консервируются. Мы видим деревья, их годовые кольца и есть допустим связь между разжиренной годовых колец и солнечной активностью. Мы можем себе представить, существует как скажем геологические некоторые формации, которые связаны с тем какое было Солнце раньше, как оно изменится и мы знаем, что Солнце не как бы не гаснет как уголек, а наоборот оно разогревается и светит все ярче и ярче. То есть его процесс идет по нарастающей. Это тоже очень важный момент и как бы свидетельство этого мы можем получить благодаря так скажем геологическим исследованиям. исследования древних кернов льда, которые проводят в Антарктиде, в Гренландии тоже имеет большое значение. И, кстати, это касается вопроса климатических исследований. Ведь циклические вот такие периоды похолодания и потепления они начались с точки зрения истории планеты в общем-то не так давно. То есть вот произошел такой момент. они были и раньше крупные похолодания, но раньше это все было как-то помедленнее. А теперь с точки зрения так скажем истории планеты это действует происходит гораздо быстрее. В чем причина? Существует понятие такие циклы Миланковича примерно 100 тысяч лет которые связывают с особенностями земной орбиты. Но ведь это же было и до так скажем до появления этих циклов. То есть на самом деле тут еще работа непочатый край. Но факт очень важный, что мы можем так сказать, что что-то обязательно случится, но вот взять и сказать, что это случится вот с такой вероятностью там 95 процентов это к сожалению задолго нельзя. Это вот что называется как я хочу сказать за час. Кстати это же относится и к погоде. та же самая проблема. Вот на минувшей неделе большая проблема неприятность случилась в Венеции. Затопило опять Венецию ту самую площадь Святого Марка. Хотя все были уверены, что ничего не случится. Ведь они же построили систему такие специальные поднимающиеся защитные элементы, которые назвали очень интересно Моисей должен был спасти Венецию которая находится в лагуне от наводнений и не спас. Но при чем причина? Дело все в том, что Моисей был рассчитан вот именно в конкретный подъем на один уровень воды нагона а по-моему 135 сантиметров от ординара а получилось 155 или 145 ну буквально какая-то ерунда 10 сантиметров но эти 10 сантиметров воды из моря стали переливаться через Моисея в лагуну и таким образом Венеция затопилась. А почему не рассчитали все-таки величину вот этого заграждения? Да, да, да. Вот показывали международные каналы брали интервью работников кафе которые там что-то делали у туристов немногочисленных которые говорили ну как же так вот построили Моисея был дан прогноз а вода оказалась больше чем ну рассчитывали но вот в том-то и беда беда любого современного метеорологического прогноза по прогнозу должна была быть одна но что называется не так пошли что-то пошло не так и нагон воды стал выше и таких примеров тьма тьмущая это только вот за последнюю неделю в Австралии там жара зверская причем самое интересное тоже были расчеты должно быть холоднее не должно быть такой жары бах ударило и таких примеров вот если просто смотреть вот сколько попадает реальности куда попали предсказаниях куда не попали то в общем-то предсказания не очень так скажем положительные был период вот это где-то конец двадцатого века начало двадцать первого когда мощное внедрение вычислительной техники помогло и прогнозы стали более точными но дело все в том что климат стал меняться вот реально он стал меняться он стал не похожим на те модели которые были сделаны по результатам середины двадцатого века ну условно говоря правила игры поменялись и все и теперь уже если эти старые правила игры вложить к новым данным вложить туда в новые данные то получается что год рождения японского микадо или что-нибудь еще более таинственное вот но никак не прогноз о том на какую величину точно поднимется уровень воды во время нагона в Венеции вот это очень важная проблема вот о которой сейчас судят редят и когда говорят о том что Европа та же самая говорит о том что мы должны что-то делать должны делать вот это у нас зеленая будет сделка вот мы будем делать зеленую Европу чтобы остановить изменение климата это не просто разговоры досужих людей которым вообще делать нечего те кто потерял свой бизнес имущество например а кто-то и близких родных во время бесконечных наводнений в той же самой Европе которые происходят или например волн жары они конечно к этому относятся гораздо серьезнее мы просто находимся в очень вот в нашей Балте это очень тихая спокойная с точки зрения климатических изменений места и дай бог чтобы оно было дальше таким представьте себе если бы у нас бы тут выпала за один день годовая норма осадков мы уже об этом говорили у нас вместо улиц образовались бы такие каньоны промытые потому что наши улицы не рассчитаны на мощные водные потоки и что потом делать с таким городом размыто вдоль и поперек тоже касается допустим экстремальных штормов и прочих вещей но Европа уже с этим столкнулась и она тратит огромные деньги с этим столкнулись соединенные штаты особенно допустим в таких регионах как штат Луизиана берега Мексиканского залива там вообще всегда была жизнь но сейчас становится еще хуже то есть если так посмотреть в мире полно очень рискованных мест где вообще очень что-то трудно предположить что произойдет но получается тогда что мы вкладываем большие деньги в вычислительную технику в исследовании а результат становится пшиком то есть получается что мы не можем верить прогнозам которые в которые вложены такие огромные средства но я прежде всего хочу сказать что все эти огромные средства кажутся огромными если мы их сравниваем со своей собственной зарплатой или даже бюджетом такой страны как Латвия а вот если это мы будем сравнивать например с расходами на оборону на закупки оружия то выяснится что наши расходы вот эти вот на изучение климатических изменений бус последствиями вот это практически пшик по сравнению с тем какие деньги уходят на приобретение всевозможных ракет кораблей строительство авианосцев и прочих прочих радостных вещей нет естественно что это очень здорово стимулирует экономику отдельных стран и там все как бы понятно зачем это делается многие люди работают получают зарплату у них тоже как бы идет жизнь ученые разрабатывают новые виды вооружений и надо сказать что это не какие-то вурдалаки это вполне приличные люди вот многое то что сначала изобретают для оружия потом вроде бы входит в нормальную жизнь но по сути дела так скажем экономика вооружений она использует огромное количество человеческих ресурсов а вот с наукой конечно вечная проблема вечная проблема что нет денег на то на все потом начинают объединяться мы вот делали пример передачи посвященную тому как ученые собираются чуть ли не со всей Европой чтобы взять и приплыть значит отправиться в плавание к северному полюсу почему они так собираются потому что денег нет вот на это наскривли вот сделали большое исследование было бы больше денег было бы лучше ведь что например стоит заставить весь север например автоматическими метеорологическими станциями ну это реально это возможно но весь вопрос что это стоит что денег хотя опять таки если мы начали бы производить эти станции то работали бы заводы программисты бы что-то писали тоже как бы экономический толчок был вот кстати европейский союз-то и считает что если мы сейчас начнем строить новую экономику то нам потребуется огромное количество рабочих мест в этих новых отраслях поскольку старшее поколение уже уходит на пенсию условно говоря токари столяры условно говоря уже становятся менее нужны а все больше нужно новое поколение специалистов вот этой IT технологии то сейчас произойдет как раз очень удачный момент когда можно заменить одно поколение и другое относительно безболезненно ну вот возьмем пример Польши очень явный там 80 процентов угольной генерации там шахтеры работают ну действительно это польские шахтеры это такой мем даже можно назвать куда их девать но дело все в том что основное количество возраста этих шахтеров в основном больше 35-40 лет средний а так на самом деле там очень велика доля людей которые предпенсионного возраста и вот возникает идея допустим молодежь мы сейчас будем переучивать на работу на атомных станциях на строительство на какие-то другие проекты да а старшее поколение еще доработает пока вот мы новые станции не построим они будут еще добывать рубить уголек и вот когда новые станции с детьми и внуками этих шахтеров заработают тогда старики совершенно спокойно повесят свои каски на крючок и будут наслаждаться условно говоря своей пенсией и дышать чистым воздухом вот такая вот как скажем благолепная картина и в принципе она реальна картина это реальна но нужно понимать что те кто найдут в этой новой мире в этом новом мире свои так скажем свою нишу они естественно будут счастливы и с ними будет все хорошо а те кто не найдут вот у них тогда будут серьезные проблемы ну мы говорили как раз на эту тему вот недавно совсем с психологом коучем которая ну как раз говорит что в связи с увеличением продолжительности жизни нужно быть готовыми к тому что как минимум три раза человек будет менять свою профессию потому что с большой долей вероятности ну об этом и многие тоже говорят что профессия ваша может устареть и ну нужно будет перепрофилироваться ну в этом то и проблема и тут можно сказать такую вещь что к сожалению вот у этой внедрения айти оно сделало для всех нас одну такую как скажем подложила свинью дело все в том что цифровая экономика это вообще цифровая жизнь предполагает что мы понимаем что происходит и почему происходит не существует программ когда вы просто написали абы что и потом эта программа вам что-то делает извините циферку одну в одном коде какой-то программы поменяете и начнутся сбои ну это понятно да многие относятся к природе окружающей как такому огромному компьютеру в котором обязательно если что-то происходит то можно понять почему это произошло точно но к сожалению проблема гораздо сложнее мы зачастую очень плохо понимаем что происходит в природе я имею ввиду и про солнце и про землю мы очень мало знаем мы находимся только в самом начале пути долгого пути познания вот это очень важно и если мы рисуем красивые картинки космические на экранах компьютеров или смотрим прекрасно сделанные фантастические фильмы в которых уже непонятна реальность и графика это не означает что мы что-то понимаем про то что происходит особенно в космосе мы только только начали на земле еще живут люди которые родились условно говоря до появления первых пассажирских самолетов вы подумайте что на самом деле это все одна человеческая жизнь я помню время еще когда не было интернета или когда персональный компьютер казался чудом о котором мы читали только в журнале Америка что вот у американских фермеров появляются персональные компьютеры на которых они могут рассчитать там не знаю количество урожая там необходимое количество удобрений которое им понадобится это казалось какой-то чудом но я хочу заметить что в свое время вот не будем как говорится кидаться яблоками и яйцами тухлыми но одна очень известная компания отказалась поддерживать проекты молодых инженеров считая что персональный компьютер вообще нафиг не нужен зачем нужен персональный компьютер да максимум сколько их там нужно пять десятков на всю Америку компьютеров ну может больше немножко вот а персональный зачем он нужен потому что тогда это была машина которая выкидывала вам стопочку перфокарт и потом это все нужно было таким особым образом анализировать что она там вам насчитала то что мы видим сейчас посмотрите фильмы фантастические ракеты летают туда сюда Марс Венера туда вот а простую вещь интернет или например планшет планшет единственное где было показан это в знаменитом фильме Стэнли Кубрика Одессея 21 век и есть мнение что это самое потрясающее предвидение за всю историю 20 века но не считая Уэллса а отца с его атомной бомбой но вопрос очень действительно серьезный вопрос предсказания крайне сложен и поэтому когда вы слышите что кто-то предсказывает вам что-то то всегда нужно к этому подходить с огромной долей скепсиса любое предсказание имеет условно говоря вероятностную шкалу и очень часто эта вероятность напоминает как в том анекдоте про вероятность встречи динозавра на улице 50 на 50 то ли встречи то ли нет ну вот на самом деле как раз вот я и хотел сказать есть конечно предсказания но относиться к этому надо скептически тоже спасибо большое Константин Рангс сегодня с нами был на связи программа климат-контроль до следующей пятницы до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...